Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Я родился и проживаю в Украине. Однако я русский по национальности. Я занимаюсь правовой и политической деятельностью. С одной стороны, могу развивать борьбу с кондискриминацией русского и русских в Украине. Знаю о многом, что можно улучшить. С другой стороны, я понимаю, что существует много того, реализоваться в чём я смогу только в России. Меня беспокоит невозможность принятия окончательного решения. Сначала я принимаю одно, потом под какими-то эмоциями соскакиваю, принимаю другое. Потом также возвращаюсь к первому и так далее. Если отбросить те проблемы, то я знаю, что ехать в Россию для меня лучший вариант. Однако есть проблема. Страх. Во-первых, страх за родственников. Все мои родственники остаются. Я занимаюсь правовой деятельностью. Меня беспокоит мысль о том, что если с ними что-то произойдёт в правовом поле, я не смогу им помочь. Во-вторых, меня беспокоит отношения моих родителей. Отец спьёт, иногда пролёт огрыз. Но мне кажется, что я сдерживаю их. Есть страх, что если я уеду, то произойдёт что-то нехорошее. Но я знаю, что если я останусь, каждый день меня будет беспокоить мысль, что я мог уехать и получить много больше, чем у меня есть сейчас. Как принять окончательное решение, в котором не будет сомнений и страхов? Вопросы даётся Константином. Соответственно, обращение моё будет к нему. Константин, я не думаю, что есть такое решение, где не будет сомнений и страхов. Потому что, как мне кажется, в природе человека бояться и сомневаться. Это нормально. Мне также кажется, что, ну, в общем, это необходимо. То есть необходимо испытывать страхи и сомнения для того, чтобы иметь возможность свои решения, скажем так, пересматривать. Поэтому я думаю, что такого решения не существует. По крайней мере, если вы его будете искать, то мне кажется, что ситуация может затянуться достаточно надолго. Да и повторюсь, искать как бы никакого вообще, на мой взгляд, смысла нет. Искать решение, в котором, ну, в котором не было бы сомнений и страхов. Да, это, на мой взгляд, скромный, невозможно. То есть невозможно такое решение найти, в принципе. Вот. Всякое решение всегда вы будете как-то вот оспаривать. Всякое решение всегда вы будете как-то, ну, оценивать. Вот. В том числе вот с такой позиции, как бы, ну, так скажем, позиции, ну, может быть, негативной, да. Вот. И, на мой взгляд, это нормально совершенно. Вот. На мой взгляд, это абсолютно естественно. Что вы описываете? Ну, вот, по факту. Вот, что вы описываете, да. Ага, если, ну, вот, если как-то говорить, ну, в общем. Вот. А вы говорите о, в какой-то степени. Ага. В зависимости от своих родителей, вы говорите, в какой-то степени, по большому, ну, по большому счёту, о том, что ваши родители, ну, без вас не справятся, вот. Вот это касается правовой помощи, да, правовой поддержки. То есть, ну, непонятно, почему вы считаете, что они не справятся сами. Вот. Непонятно, почему вы думаете, что они не смогут самостоятельно как-то вот решить свои проблемы. Вот. И, соответственно, у меня к вам есть вопрос такой, откуда у вас такая установка, чтобы ваши родители сами не справятся. Не потому ли они не могут решить свои проблемы, да, не потому ли они не могут никак вот, ну, двигаться дальше, да. Вот. Потому что вы их как раз таки сдерживаете, и вот вы, ну, говорите о том, что вы их сдерживаете, но вы сдерживать их можете как в позитивную сторону для вас причём, так и в негативную сторону для вас причём. Вот. Вот. То есть, это вот важный, как мне кажется, аспект, да. Вот. И мне кажется, что на это вот нужно вам обратить своё внимание как минимум, как минимум, да. Вот. Вот. Это первое. То есть, это классическая история созависимости. Вам нужно работать над эмоциональной, эмоциональной сепарацией своих родителей и признать, что вы взрослые, что они, как бы, ну, взрослые и... что вам нужно двигаться, вот, ну, как-то вперёд по жизни. И мне кажется, что пока вы будете стараться это делать как-то вот за них, ничего хорошего из этого не получится. Вот. Ну, просто потому что таковы законы, таковы законы отношений, да, то до тех пор, пока вы берёте ответственность на себя, за них, вот. Ну, как бы, зачем им брать ответственность на себя же, за себя, вот. Ну, просто задайте себе такой вопрос, я надеюсь, что вам это будет понятно. Следующее, о чём вы говорите, это вот то, как бы, что... Вот почему-то обязательно будет всё плохо, да, то, что вы тоже пытаетесь сказать, что... как бы, что, да, вот, будет плохо обязательно. Что-то плохое случится. Вот. У вас есть вот эта вот... вот эта вот... эм... такая... эм... ну, населенность, да, эм... на то, что будет всё плохо. И... это тоже вызывает вопрос, а... ну, откуда, откуда? А... откуда... такая нацеленность на то, что будет плохо? Почему у вас возникает... эм... мысль о том, что, вот, всё будет обязательно плохо? И... на мой взгляд, ответ здесь довольно однозначен, что это... э... следствие, как мне кажется. э... следствие, э... угу... эм... 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 сдерживаемый вами... эм... 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 является достаточно естественным отражением вашего состояния чем сильнее вы это делаете тем больше вас не следует о том что будет плохо вот поэтому я бы здесь конечно сделал бы акцент на этом вот и постарался бы позамечать вот как много условно говоря вы себе сдерживаете да вот то есть ну как много вы себя ну не позволяет себе проявлять какие-то вот чувства да агрессию например может быть где-то в чем-то как-то вот негатив какой-то вот защиту и так далее то есть все эти вещи они достаточно важные вот если это не выражать то как бы ничего хорошего опять же ну как бы не будет происходить вот поэтому ваша как мне кажется одна из главных задач вот это заметить ваши чувства вот заметить ваши эмоции ваши переживания которые которые возникают и стараться их выражать вот стараться их как-то проявлять вот мне кажется это лучшее что вы можете сделать для например себя себя вот вот ну это в данном в данном конкретном случае это вот такое чисто мое мнение меня на это по крайней мере указывает вот то чем я говорю на это по крайней мере указывает весь мой опыт который условно говоря у меня есть вот эм это такой аспект Следующий аспект это ваши ориентиры. Ну то есть вот, что я имею ввиду, да, говоря про ориентиры. Я имею ввиду, говоря про ориентиры, что вы говорите, что я бы мог вот, ну, получить больше. Когда я об этом чипал, у меня волей-неволей закралась вот такая мысль в голове. Вот. А на что вы ориентированы, когда хотите, ну, заниматься какой-то деятельностью, вот, как бы, да, то есть вот. На что вы ориентированы здесь? Это такой довольно, я бы сказал, важный момент. Вот. На что вы ориентированы? Прямо что, есть ощущение, что вы ориентированы не на реализацию чего-то, как кажется на первый взгляд, например. Вот. А, значит, а на то, чтобы что-то компенсировать. Вот такое ощущение у меня, по крайней мере, возникает с учетом того, что вы описываете. Да? Вот. И, соответственно, соответственно, я бы здесь обратил внимание ваше именно на это. Вот. Опять же, как бы, да? То есть я обратил бы ваше внимание именно на это. А вот что вы пытаетесь, пытаетесь делать? Вот. Если, к примеру, вы пытаетесь, там, я не знаю, там, что-то компенсировать, допустим, то насколько, вот, вы в данном, ну, в случае конкретном, осознаете, что хотите, вы хотите, вы именно этого, именно компенсации, компенсации вы хотите чего-то. Вот. А не реализации, собственно. А реализация, в данном случае, вам, ну, скорее всего, не даст, вот, того эффекта, того результата, вот, который вы хотите, просто потому что, извините, это вот, немножко разные вещи. Вот. И то, что, вот, вы боитесь, да? То, что вы никак не можете решиться и предотякиваетесь с самого решения на другое, на мой взгляд, связано с тем, как раз, что здесь не совсем про реализацию. А здесь именно, вот, про желание и стремление, что-то, что-то компенсировать. Вот. Эээ, поймите правильно. Пожалуйста. Эээ, ничего плохого, в том, что вы хотите. Нет? Вот. Вот. Но до тех пор, пока вы себя обманываете, например, как бы, ну, ничего не будет опять же хорошего у вас. Вот. Поэтому я бы, вот, просто обратил бы на это внимание. Вот. Вот. Я бы, вот, просто обратил бы внимание на данный аспект. Потому что мне кажется, он важным. Мне кажется, он важным. Вот. Как-то так. Так. Поэтому первое, это работа в направлении освобождения от зависимости эмоциональной от ваших родителей. Вот. И выстраивание с ним. Здоровых отношений. С, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ и так далее. Вы можете помочь, но вы не можете их перенаправить, да? Это первый аспект. Второй аспект – это обратить ваше внимание на то, к чему же вы, собственно говоря, стремитесь. Вот. Чего вы хотите? Потому что, когда вы говорите, что у меня будет больше, чем могло бы быть, на мой взгляд, эта история не про реализацию. На мой взгляд, эта история про желание чтобы иметь, про желание чтобы себя получить. Опять же, это неплохо, это хорошо. Вы поймите правильно, не говорю, что вы делаете что-то не так. Но я говорю о том, что это разные вещи. И будучи разными вещами, относиться к этому нужно так же, так, как будто это разные вещи. А нет, ну и то же, вы, на мой взгляд, получаете тварную кучу, и всё получается в некоторой пути. Вот. Что может быть легко одной из причин, почему вы перескакиваете, вот, с одного решения на другое. Потому что, ну, действительно, сложно решение принять, когда ты не очень понимаешь, о чём оно, не очень понимаешь прощипал, а оно. Вот. Поэтому я вас понимаю, ну, как бы, так же понимаю то, что вам сложно себя чувствовать, сложно себя ощущать, мне кажется. Вот. Поэтому я бы здесь, наверное, такой бы ответ вам дал. Вот. Ещё один момент, на который так же хотелось бы обратить ваше внимание. Он заключается в том, как вы задаете вопрос. То есть вы описываете ситуацию непростую, потому что политическая, так сказать, политический контекст, да, и так далее. Созависимость, алкогольная зависимость, ваша собственная проблематика. И вы говорите, как принять решение, чтобы не было страхов и сомнений. Вот как вы себе представляете ответ на подобный вопрос? Ну, то есть, как психолог, по вашему мнению, да, должен ответить на такой вопрос? Вот вы сами просто себя спросите. Вот. Чтоб это было, ну, профессионально, чтоб это было компетентно. Вот. Потому что мне сейчас, кроме как идеи о том, что вы хотите в какой-то степени переложить ответственность на нас за то, что происходит. Вот кроме этого, мне как-то в голову особо ничего больше не приходится сейчас. То есть я понимаю, что могу быть не прав. Я прекрасно это понимаю. Я даю себя счёт в том, что могу быть не прав, могу ошибаться здесь. Ну, как бы, может быть, у вас есть какое-то видение. Вы тогда этим видением постарайтесь поделиться хорошо. Потому что пока что такая вот несколько двоякая получается ситуация. И сами понимаете, что, ну, хотелось бы, наверное, какой-то больше конкретики. Да? То есть, ну, например, вот, с нашей, там, допустим, позиции, да, ситуация выглядит так, что вам нужна психотерапия, допустим. Вот, ну, с нашей, вот, с нашей позиции. А как с вашей позиции выглядит эта ситуация? Как с вашей, ну, вот, точки зрения это выглядит? Вот. То есть хотелось бы опять, опять же, как это услышать. Хотелось бы как-то с вами, ну, быть, ну, на одной волне, что ли. Понимаете, да? Вот. Что я имею ввиду. А пока вы свое видение не раскроете, пока вы свое видение не продемонстрируете нам. Вот. Я боюсь, что проблема, ну, ваша проблема, она вот так и останется. Ну, понимаете? Вот. А этого не хотелось бы опять же, потому что хотелось бы вам помочь, тем более, что, ну, действительно, вы можете, я уверен, вы можете, вот, сделать для людей довольно много. Вот. Мне кажется, только, что не так важно, где вы находитесь. Мне кажется, не так важно, где вы, ну, работаете, грубо говоря. Да. Вот. Мне кажется, что не так важно, ну, местоположение ваше, мне кажется, не так важно. Мне кажется, что гораздо важнее, важнее вашей ориентиры, мне кажется, гораздо важнее. Вот. Мне кажется, вот на это я бы хотел обратить ваше внимание, ваше внимание, что, что вы вот как будто бы, да, как будто бы привязываете себя к месту. То есть, вы говорите, что, ну, вот, вот, только вот, только в определенном месте я смогу быть кем-то. Говорите вы. Ну, 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 вот, ну, по факту вы говорите, вы говорите так. Вот. С этим сложно согласиться, вот, потому что, если человек хочет что-то делать, он будет делать это в любом месте. Вот. Вот. Я уверен, что это справедливо и для вас. Вот. То есть, как бы, вам не обязательно себя заставлять оставаться там, где вы не хотите. Но в том-то и дело, что вы себя вот как будто бы заставляете. Вот. И как будто вы делаете это, я имею в виду, заставляете на постоянной основе. Понимаете, вот, все. Еще штука такая. Вот. Как-то так, я думаю, можно ответить вам. Ага, на этом все. Надеюсь, что помог. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...